Классический вопрос, классическое желание. Хочу открыть свое дело, да, очень хочу. Задолбал меня работать на дядю, я, в общем, видимо, предприниматель, мне надо свое дело, с чего начать, только непонятно. Инвестиций-то у меня нет? Инвестиций? О, нет инвестиций. И сейчас вообще все по связям, ну, должен быть кто-то из родственников, кто возьмет меня к себе на заправку, вот, даст мне ее в управление, вот я такое слово знаю, и я тогда буду, значит, хозяином. Можно начать, конечно, с ларька с мороженым, вот, но хотя, нет, я, наверное, чувствую, что я видеоблогер, да, вот, видеоблогер, это мое, или инстаграмщица, вот, или я, наверное, сейчас сделаю канал в Телеграме. Да, я знаю один пример, они там вообще ничего не делают, просто аудиосообщение пишут, и все подписывают, вот кучу, грибут просто вот лопатой, лопатой, я вот, наверное, могла бы, да, могла бы, да. Сделаю школу, ага, лепки из глины, вот, буду лепить горшки для домашних животных. Никто же не делает, я буду эксклюзивный на этом рынке, да, вот, у меня есть бизнес-идея, но мне нужен инвестор, там, мне нужен инвестор, значит, надо с инвестора начать, а для этого надо сделать хорошую презентацию и бизнес-план. Значит, надо пойти, видимо, в бизнес-школу, там учат писать бизнес-планы, или надо посмотреть ролик на Ютьюбе, как писать бизнес-планы, вот, но мне надо, значит, подготовиться, высвободить время, потому что когда я буду этим заниматься, у меня будут сейчас важные дела, вот, в общем, ух, я почти предприниматель, значит, а пока, пока пойду поем, значит, пойду поем, надо подкрепиться перед важным занятием. Значит, я вас поздравляю, это прекрасный был план, мы назовем это велосипедоведение, да, значит, изучить историю велосипедистов, как устроен велосипед, вот, потом съездить посмотреть Тур-де-Франс, мы же должны учиться у профессионалов, да, а у никаких-то там во дворе, вот, поэтому, значит, посмотрите рейтинг вузов, где есть кафедра велосипедоведения, вот, и идите на подготовительные курсы, да, там вас изучат, покажут, как физика движущихся тел работает. Вот, потом предлагаю по частям тренироваться, значит, надо идти в спортзал, там крутить велосипед, ну, понятное дело, да, нужно же крутить педали, ну, вот, тренироваться, чтобы вы не упали, вот, баланс тоже, положите мячик сверху доску и тренируйте баланс, очень понадобится для того, чтобы научиться есть на велосипеде. Значит, если вам показалось сейчас, что я какую-то хрень несу, да, то вам не показалось. Вот эта история, что нифигово было бы стать предпринимателем, это классика, это классика. При этом, мне довелось учиться в Гарварде немножко, значит, у нас на курсе была такая метафора очень интересная, что предприниматель – это отклонение, это больной человек, это примерно 1% людей с очень четким отклонением. Есть только один критерий, который отличает предпринимателя от непредпринимателя. Как вы думаете, какой? Вот что отличает этого бойца, да, который на дядю перестал работать и начал работать сам на себя? Так вот, есть только один критерий. Только один. И он, внимание, далеко не у всех. И он, внимание, не является обязательным. Не все должны совпадать с этим критерием. Причем критерий не то, чтобы какой-то очень такой желанный. Что это за критерий? Внимание, это потребность в риске. Я повторю, это потребность. То есть прям хочется. Хочется разбить себе колени, выпрыгнуть с 15 этажа, проверив, а на каком я этаже. Если предприниматель попадает в стабильную среду, то есть все как-то ровно, начинает тухнуть, загибаться и говорить, кошмар. И ему надо взорвать все, что работает хорошо, для того, чтобы заново все было в хаосе и в непредсказуемой истории. Поэтому особенно смешно выглядит предприниматель, который говорит, когда все это кончится, когда все стабилизируется. Ответ, если ты в предпринимательстве, если ты создал свое дело, если ты активно развиваешься, никогда это не закончится. Это твой запрос. А теперь у меня к вам вопрос. Вам вообще это надо? Абсолютная нестабильность, постоянная смена исходных данных. Снизу все меняется постоянно. Сотрудники, люди, расходы, доходы. Сверху там какое-нибудь государство, клиенты, заказчики. Все просто с ног на голову каждый день. Каждый. Я не шучу. Поговорите с любым из предпринимателей. Итак, внимание. Если у вас жуткая потребность рисковать, без каких-либо гарантий, повышения ставок, вы сегодня богаты, завтра банкроты, в долгах как шелках, потом выстрелили вверх, а может быть и нет. И вот это все внутренняя потребность. Она реально-то есть? Теперь внимание. Вот если реально такое болото, такой запашок, такой пованивает, там, знаете, 15 лет вы на рабочем месте, у вас есть кружка любимая, кофе, знаете, оно там высыхает, чуть-чуть его моете, потом на место ставите. Вот вы знаете всех по именам сотрудников, с которыми работаете. Они, конечно, странные ребята, но вроде бы свои. И начальник, конечно, немножко туповат, но что он же там наверху летает, он не понимает, что со мной здесь происходит. В полях-то они не были давно, ну все, я-то знаю. И вы иногда на кухне советуете президенту, как ему быть, ну хорошо разбирается в политике, да, сейчас в Америке особенно, очень непростая ситуация. И вот ваше внутреннее, вот эта вот кашка такая, болотца, оно вот, ну как-то близко к сердцу. А как вы думаете, почему вы 15 лет на одном и том же месте? Почему вы там не меняете все это время свою историю? Так может быть за этим есть внутренний мотив? Может на самом деле безопасность выше, выше, чем вот эта потребность в риске? Так отдайте себе в этом отчет, наслаждайтесь. А иначе это похоже на курение. Знаете, курю, я ничтожество, я должен бросить курить, я не могу этого сделать, курение меня убивает, мои дети не должны курить, я должен дать им хороший пример, главное ты не повторяй моих ошибок. Либо курите с удовольствием, либо бросьте курить, либо работайте на вашей работе и кайфуйте, либо идите, рискуйте, разбивайте себе бошку об стену, как все остальные предприниматели. Это люди, которые работают в постоянной неизвестности с огромными рисками. Есть такая формула, доходность равно плата за риск. На бирже это очевидно, вы заходите в ценные бумаги, если они очень высокорискованные, то завтра можно стать богатым. Если вы не рискованные, то вас ждет 2% годовых. Ну, довольно-таки гарантированно. Тоже без гарантии, но риск намного меньше, намного. Так у меня к вам вопрос. Вы деньги в Сбербанке храните? Или вообще в кэше, да, у себя в кармане, да, и их там стирает инфляция? Или вы закупились биткоинами на пике и потеряли там давным-давно все уже, вложили во все остальное? Значит, вот в каком вы находитесь состоянии? Постоянного агрессивного риска или нет? Итак, если вас сейчас реально очень утомило вот это болото, которое пованивает, попахивает, как проверить, я предприниматель или нет? Рискните. Рискните. Возьмите и сделайте какое-то действие, посильный риск. То есть, не надо, знаете, там это, заложить почку дочери, да, для того, чтобы попробовать, там, купить себе франшизу, сабвы. Вот, продайте бабушкины фамильные драгоценности и попробуйте. не надо так делать, не надо. Значит, выберите посильный уровень риска, начните с каких-то простых вещей, рискованных. Например, вот самое простое, с чего можно начать. Найдите в вашем городе газеты, которые вам еще, все еще по какой-то причине приходят в почту, да, или, если вы давно уже в онлайне, значит, в интернете есть масса разных досок объявлений, платных и бесплатных. Вытащите из кармана кровные 10 тысяч рублей и разложите это по рекламным объявлениям, в том числе бесплатные, на любую услугу, к которой вы хоть какое-то имеете отношение. Вот вы умеете там соленья закрывать там в банке, или вы умеете ремонтировать свой компьютер, или вы можете сантехнику отремонтировать, или вы можете, я не знаю, там логотип сделать. Вот дайте объявление туда, куда его дают все. Точка. Все. Вот это действие номер один. Все. Все. Закончили на этом. Дайте как можно больше объявлений и получите первый звонок. Значит, если это вызывает в вас ужас, если вы уже сейчас чувствуете, что классная идея, но я не буду ее делать, Паш. Хорошая, конечно, тема, но я должен подготовиться, у меня это бизнес-план, инвестор, знакомство. Я должен пойти учиться в бизнес-школу сначала, Паш, ты не понял, я хочу на самом деле быть предпринимателем. Так вот мой вам ответ, как предприниматель со стажем, 24 года стажа, и что я могу сказать на это? Объявление дайте везде, где найдете, и получите первый звонок. Если нет, вот если нет, если вы не готовы, если это вызывает вас массу отмазок, почему этого не делать, наслаждайтесь своей работой. Наслаждайтесь. И если вас пугает человек, который позвонил, и говорит, здравствуйте, а что у вас картошка есть, выдумайте вообще услугу, выдумайте. Вот вам простой тест. Начните с продажи крупного рогатого скота. Возьмите чужие объявления, чуть-чуть переделайте, и дайте их на свой телефон. Пусть вам кто-нибудь позвонит и попросит у вас стадо коров. Вот если вы сейчас испытываете ужас от происходящего, вот вам и подсказка, надо вам быть предпринимателем или нет. На этом все. Удачи вам в высокорискованных мероприятиях.